Александр, что сподвигло вас впервые в жизни сдать кровь. Сколько лет вам тогда было? Какие обстоятельства жизненные подтолкнули? Ой, это было в 1984 году. Это в прошлом столетии. Сколько вам было? Мне было 18 лет, и я был студентом. Первый раз в жизни. Студенты были бедные, давали рубль 20 и шоколадку. Это, если булка хлеба стоила 16 копеек, были хорошие деньги. Ну, получилось, дал кровь. И мне было так плохо, что я думал, что никогда в жизни я больше на это не пойду. А что вы потеряли сознание? Я сидел, спрятался от всех и сидел в туалете. Мне было... Я был бледный, чувствую. Короче, было очень плохо. Я переждал, и все. Я потом очень долго боялся этой крови совсем. То есть такой и так себе заработок получился, да? Да. Я тогда так переживал, я был очень слабый. Почему-то. Хотя физически сильный, но мне кровь, это вот как-то плохо получилась. А как долго перед этим вы проходили медикаментозный осмотр? То есть нужны ли были справки на тот момент, большое количество ответов врачей о том, что вот вы здоровы по всем параметрам? Это... Или тогда было проще? Это первый раз в то время, в 1984 году, это... К нам просто приехали и сказали, желающие сдать кровь. И все. Приехала машина. Нас вызывали. Все, мы сдавали кровь. Я даже не знаю, брали анализы какие-нибудь или нет. Мы просто сдали кровь. Нам дали по рубль двадцать и по шоколаду. И все. И, по-моему, был там день или два освобождения от учебы. Ну, где-то день точно. Ну, не надо было на занятия идти. Для учащегося это неплохой стимул. Да. Бонус хороший был, да? Скажите, все ли согласились или были те, кто отказывались и все-таки не хотели по каким-то причинам участвовать в такой миссии? Ну, вы знаете, это... Да, это дело добровольное. Люди... Люди боялись. Ну, вообще, много людей же боятся вообще, уколов боятся, не говоря уже про сдачу крови. Угу. Ну, стимул был, что все-таки это какие-то деньги были и занятия. Ну, я не помню, извините, честно. Честно не помню. Прошло уже... Ну, да. Страшно вспомнить. Тридцать лет. Тридцать пять, сор. Тридцать пять лет. Ой. Ну, а второй раз? Все-таки решились почему? Ой, дальше был еще случай. Я в армии сознание потерял, увидел собственную кровь на пальце. Разрезал палец. Я потерял сознание в прямом смысле, натуральном. И я после этого вообще решился, что я даже к крови я близко не подойду. В армию уже. Ничего. Ну, пережил армию. А потом жизнь заставила. В советские времена были планы, было производство. И планы обязательно должны были выполняться. Иначе не было бы зарплаты. И получилось, мне надо было, я не помню точно, может, даже на свадьбу в то время. То есть Родина заставила, да? Родина заставляла, никаких не за свой счет, ничего, никаких не отгулов, ничего. Только можно было сдать кровь, и уже предприятие обязано было этот день и второй день. Обязано было отпустить. И получилось, мне пришлось, куда-то надо был мне день. И брат сказал, попробуй. Ещё раз, да? Попробуй в 1987 году. И всё. И с тех пор я первый раз, потом опять же день-два, потом втянулся. И получилось, что я до сих пор сдаю. Когда сдавали кровь на упрощенных условиях, приходили все повально. Вот расскажите, как это было в советское время? Ну, я не исключение из этих людей в советское время. Я тоже тогда был любителем. И в основном я свою кровь, да, пропивал. То есть? Семейный бюджет у меня был, ну, зарплата была, зарплата, это домой. А это были мои деньги. Так что, получалось, если я хотел погулять, получается, я тоже свою кровь пропивал в то время. Так что я не исключение из этого правила, так сказать, в советское время. И большинство людей, да, давались деньги, давался отгул. Этот день оплачивался на работе. Так что... Все условия были созданы для этого, да? Да. Ну, почему бы и нет, называется. После распада Советского Союза, что поменялось вот в самой процедуре сдачи крови? Я вам точно не скажу, когда это произошло. Ну, в самом... Я даже, я пережил очень много всего этого. Всех этих процедур, кривопрецепитаты, плазмоферез, там, тромбоциты, все это. Ну, я не могу сказать точно. Менялось только у нас обслуживание доноров. Ну, в смысле требования к здоровью донора. Вот это менялось постоянно у нас. Мы брали как-то... Сначала брали одну справку в два месяца, чтобы сдать кровь. Ну, обследование. Потом полгода. Ну, сейчас вот мы берем справку одну в полгода. Раньше нас кололи в руки четыре раза. Получала четыре укола, чтобы брали, отпускали. Потом опять ложили, брали. Сейчас мы лежим, нас поле два раза. Это уже в пользу доноров. Меньше уколов в руках. А так... Ну, больше... Получается сейчас, в данный момент, больше требований к здоровью доноров. Чтобы была здоровая кровь. Угу. Надо следить за своим здоровьем. И медицина, естественно, смотрит за нами. А вы следите, вот какую-то диету соблюдаете особую? Вы знаете... Игрузки, еще что-то, вот для того, чтобы поддерживать себя в форме. Вы знаете, здесь, в принципе, никакой диеты нет. Здесь должно быть нормальное, уравновешенное питание. Угу. А перед сдачей крови, естественно, там нельзя есть жирного. Ну, молоко, творог. Ну, всякие там есть нюансы, которые нельзя употреблять за три дня до сдачи крови. Угу. Ну, жирное в основном. Чтобы плазма именно была... И плазма, и кровь, чтобы была... Ну, качественная. Вы почетный донор. Сколько раз? Вот если бы давали звание такого-то кратного почетного донора, сколько? Олежка, я сдал... Я первый раз стал почетным донором в 1996 году. Это было больше 60 сдач крови? Это было в то время, я не помню, или 40 раз безвозмездно надо было сдать, или 60 раз на плазму. Угу. Ну, в данный момент я сдал уже 277 или 200... ну, 280, грубо, раз. Вот если разделить на 6... Ну, 4-жды или 5-жды. 5-кратный как минимум, да? 5-кратный почетный донор. Это примерно так. А с какой периодичностью сегодня сдаете кровь? И почему все-таки продолжаете это делать? Какая-то зависимость появляется у организма? Знаете, я ожидал этого вопроса, мне его часто очень задают, что по типу, если ты перестанешь сдавать кровь, то у тебя там, ну, будет все болеть, там, и голова, и все. Угу. Я замечал, что я не сдавал кровь по 3 месяца, ну, были промежутки или по болезни, или когда лекарство принимаешь, нельзя сдавать кровь тогда. И получается, что я не чувствовал зависимости. Это все-таки большей части зависит от мозга человека, так скажем. Ну, само внушение типа. Если ты настроен сдавать кровь, ты сдаешь. А потом организм человека такая вещь, что она перестраивается. По-моему, организм может адаптироваться ко всем условиям со временем. Так что в этом нет ничего страшного. Плохое самочувствие наблюдали когда-либо после первого раза? Вот как раньше вы теряли сознание, сейчас что-то происходило с организмом, какой-то сбой в процессе сдачи? Или теперь это уже что-то очень привычное и для организма, и для самочувствия? Вы знаете, я не знаю, как-то стыдно в этом может признаться, но я до сих пор волнуюсь. Я при виде врачей волнуюсь, я не знаю почему. И вот, ну, как-то есть такое волнение просто. И заметил, что то же самое это зависит от самовнушения человека. Если ты настроил себя, что тебе надо сдать кровь, и ты себя чувствуешь прекрасно, это надо себе внушить. И все, и на самом деле так и есть. Я как-то попытался сказать, ответить, когда тебя спрашивают, как вы себя чувствуете. Попытался ответить, что-то не очень. Так оно и получилось. Я стал чувствовать себя, что стал потеть. Ну, потом взялся в руки, все хорошо. Но факт то, что от своего собственного ответа как-то вот… Моральный настрой решает все-таки, да, в этой части. Все-таки, как ты ответишь, так оно и пойдет. Получается, как-то так. А так самочувствие, все. Короче, все зависит от тебя. Значит, кровь, плазма – это то, что вы сдавали, да? Я сдавал, в принципе, ну, все на станции. Все, все что? На меня даже испытывали одно время в советское время, по-моему, укол. Что за укол? Не знаю, давали 3 рубля тогда. Ну, если не в курсе, что это, но это были неплохие деньги. Ну, в принципе, 3,62 стоило, ну, если на водку привезти. 3,62 стоило бутылка водки. Укол стоил 3 рубля. Ну, вот укол кололи, и через 30 минут начинало так вот трясти организм. Ну, трясти. И потом брали кровь. Что это давало имя, я не знаю. Потом выяснили, что это можно заменить 30 приседаний. И мы делали 30 приседаний. Получался тот же самый эффект. А, то есть это подготовка организма такая, да? Ну, да. Организм может кровь быстрее, кровообращение, ну, не знаю. Ну, что-то вот такое было. Сколько литров крови вы сдали? За весь период? Ой, за весь период. Литров крови умножить, перевести. Ну, получается, у нас считается 1 раз сдача крови на плазму. Это 2 сдачи крови на плазму. Это, по-моему, мне 3 раза надо сдать, чтобы мне записали 2 раза. Ну, вот если все это сложить, умножить, примерно 400 раз по литру. 400 литров? 400 литров. 400 литров. Ну, она не то, что я сдал, она переработана в лекарства, в плазму. Огромное количество. Ну, мы ее переработали и влили мне обратно ее, получается. Ну, в принципе, у меня, кровообращение, перевернулось в организме 400 литров крови. Вы как-то говорили о том, что подсчитали, сколько прожили, да, в зональном центре переливания крови? Ага. Сколько дней? Ну, как-то так. Если вот примерно взять по 3 часа, минимум по 3 часа мы находимся на станции переливания крови, анализы пока и кроводачи, там, показывать забор крови, и умножить на 400, получается 1200 часов. Если разделить на 8, получается сколько? Трудодней, если перевести в трудодни. Короче, очень много. Уже полноценный сотрудник, можно сказать, да, зонального центра? Я уже им говорил, что можете меня зачислять в свой штаб. Угу. Скажите, какими привилегиями вы сегодня можете пользоваться как почетный донор, пятикратный почетный донор? Ну, пятикратный – это не имеет значения. Все равно это идет как почетный донор просто Республики Беларусь. А льгот у нас на данный момент нет никаких. Полностью. То есть ни выходного дня? Нет. Единственное, это все осталось. Нам в день дачи крови нам дают выходной день. Шоколадку? Нет. Ну, питание и оплата – это все есть. Я имею в виду, что как почетному донору, что было раньше. Что-то большее, да? Проезд, проезд, бесплатная постановка зубов. Ну, какие-то льготы были. Бесплатный проезд по городу хотя бы, по Республике был сначала. Потом все это поснималось. На данный момент у нас льгот осталось только 40% пенсии. И все, больше у нас никаких льгот нет на данный момент. Скажите, говоря о помощи, вы когда-нибудь нуждались в донорской крови или ваши родные? Случалось ли так? Ну, я, в принципе, немножко верю в Бога. Ну, можно так сказать, что слава Богу, что моя кровь… Надо… Ну, она используется для лечения многим, но моим родственникам… Угу. Хотя, вроде бы, кому-то что-то… Я сдавал в свое время, когда моя мать была больная. Может, она ей попала. Я не знаю. Может быть, когда-то кому-то и попадала. А есть ли у вас осознание того, сколько человеческих жизней вам удалось спасти вот благодаря такой помощи? Ну, осознания у меня такого нет. Ну, если честно, я как-то вот чувствую себя гордо. Потому что, в принципе, если 400 литров, ну, крови… Ну, плазма, я не знаю, сколько получается это лекарство, это… Ну, очень много, по-моему. Ходит людей с моей частью, как это сказать, с моей кровью. Да, да. Очень много ходит. Ну, сколько, я даже представить не могу. Это уже больше к медицине спрашивают. Сколько плазмы, на какое лечение и сколько она куда пошла. Это… Если не секрет, у вас редкая группа крови или нет? Ну, наоборот, нет. Она самая распространенная, третья положительная. Бывает такое, что вы приходите и говорят, у нас, в принципе, большой запас вот этой группы крови, этого резуса, и поэтому мы не нуждаемся. Или всегда рады видеть там людей, готовых сдавать кровь? Ну, у нас это поставлено, как это, на поток. У нас записывают наперед, и я знаю, что я следующий раз сдаю 24 июня. Угу. И в следующий раз он у нас, доктор Витальевич, ну, контролирует это все и записывает группы согласно требованиям крови, так сказать. Ну, и когда он… он, если даже нуждается сильно в нас, то нас вызывают. А что вы знаете об ограничениях, при которых нельзя все-таки сдавать кровь? Я читала, есть некоторые мифы, вот, например, наличие татуировок. Это как-то влияет? Какой-то период должен пройти после того, как татуировка нанесена на кожу? Я просто у вас обратила внимание, есть на руке небольшая она. Вы знаете, я с этим не сталкивался. Вот она у меня уже, ну, с 18 лет даже еще, да, с 18 лет, и меня на это никто даже внимания не обращал. Может, она что-то незначительное, может, есть какие-то ограничения, там, руки, ноги, спина, это другой вопрос. Ну, это тоже, это вопрос больше к медикам, я не буду ничего говорить. То есть для вас никогда никаких моментов не касалось? Ну, естественно, там, смотришь за собой, если чувствуешь, что насморк, чувствуешь себя не очень важно, чувствуешь, что герпес садится, это уже простудное заболевание, тогда уже просто предупреждаешь, звонишь на станцию и говоришь, что надо отсрочка. Угу. За неделю, за две, ну, тебя переносит. То есть это без проблем происходит? После, да, тебя сразу переписывают. Две недели после приема лекарств имеешь право сдавать кровь. Угу. Проходит промежуток. А с этим я не сталкивался. В вашей семье вы единственный донор? Или все-таки есть еще кто-то, кто пошел по вашим стопам, по вашему примеру тоже сдает кровь? Ну, в моей семье вот последнее время у меня решил попробовать сдавать зять. Ну, у него получилось, понравилось. Угу. И он уже перешел на плазму, на плазму феррес. Уже сдает кровь на плазму. Бытует миф о том, что организм омолаживается, причем на 5-7 лет минимум. Вы чувствуете, что вот вы молоды в сравнении со своими сверстниками? Знаете, я... Наверное, я соглашусь с этим мифом. Все-таки правдив, да? Да. Хоть мне, может, и не верят, но я себя на самом деле... Я не знаю, как внешне, но, как говорят, душой всегда молод. Угу. Можно так сказать. Если я чувствую, то очень хорошо. Как вы думаете, дело в кроводаче? Может быть, да. Может быть. Ну, не зря же мифы ходит, что женщины тоже... Кровь обновляется постоянно, даже не сдавая. И они поэтому живут больше, чем мужчины. Ну, средняя продолжительность жизни. Поэтому, я думаю, что кроводачи все-таки влияют больше пользы, приносят, чем, как люди говорят, что сдаешь кровь, зачем тебе это надо. Вот. Все-таки это не вредно. У каждого свои причины, все-таки есть свои плюсы в этом. Да. Я вот начал сдавать из-за денег, а сейчас уже деньги деньгами, ну, получается, что кровь у тебя обновляется. И ты вот постоянно чувствуешь... И, во-первых, ты сидишь за собой, ты сидишь за организмом, стараешься не болеть, ну, и держать себя в форме. Вы бы советовали молодым людям сдавать кровь? Ну, почему бы нет? Если все, что я сказал, и меня услышали, то, естественно, это не приносит никакого вреда. Только пользу, будем так говорить. Угу. И пользу в здоровье, и плюс материальная помощь. Угу. Поэтому, если молодые, кто-то решается. Единственное, что вопрос, сейчас молодежь не предпочитает, все хотят иметь все и сразу. Потому что это надо обойти врачей. Собрать какие-то документации, проверить свое здоровье, плюс давление, поздавать все анализы. То есть это надо немножко походить по врачам для того, чтобы сдать кровь. А все хотят, вот, пришел, сдал, забрал деньги и пошел. Угу. Так что вот с этим у них напряженка, насколько я понимаю. Потому что, когда я сдаю кровь и говорю, что получил 130 рублей, все говорят, ой, я все-таки пойду. Но потом, как узнают, что куда надо сходить и что как надо сделать, это уже не… И они что-то отлаживают на следующий раз почему-то. Не доходят все-таки, да? Тоже еще один из мифов, что во время сдачи крови можно чем-то заразиться. Насколько это сегодня возможно, вот, по-вашему? Ну, в принципе, я скажу, что это, ну, нереально. Заразиться сейчас, ну, просто, ну, невозможно. Потому что, так, на станции переливания это так следят. Может, где-нибудь в другом месте, в больницах там или как. Но на станции переливания при сдаче крови это практически невозможно совершенно. Потому что там идет такой контроль, что все показывают, все проверяют, все на твоих глазах. Ты видишь свои же гемоконы, ты сам за них расписываешься, тебе все приносят, предъявляют, у тебя берут. И все именно, у тебя отдельное кресло, отдельная табуретка. Ну, все вот так идет, все своим чередом. Мне кажется, это просто нереально. Если может быть такой случай, ну, может, один из миллиона. Ну, это, по-моему, никто никогда ничего не исключает. А почему вы все-таки продолжаете сдавать кровь? Ну, понимаете, как это сказать? Кровь моя восстанавливается. Ну, это, во-первых, самое главное сейчас. Это материальное положение, по-честному. Потому что вы сами знаете, как сейчас это жить. Ну, все-таки это, в первую очередь, это деньги. Сколько можно заработать на одной кровосдаче? Наша двойная кроводача сейчас на плазму стоит 135 рублей или 136 рублей. И с какой периодичностью, с какой частотой можно сдавать? Раз в три месяца, раз в полгода? Нет, мы сдаем один раз в месяц. В среднем так. Ну, один раз сдаем добровольно, один раз в год бесплатно. Ну, для поддержания. Ну, на большее я, в принципе, не очень согласен. Потому что материальное положение... Мне тоже надо восстанавливать кровь. Потому что я могу помочь добровольно кому-то, но... Мне тоже надо как-то питаться, чтобы моя кровь восстановилась, и я мог дальше ее сдавать. Да, безусловно. Поэтому безвозмездно сдавать, как собирались вести у нас, это как-то вот... Я с этим не очень согласен. Да, вот это вот следующий мой вопрос. Все-таки ваша позиция по этому поводу? Я... Ну, в принципе, я уже на него ответил на ваш вопрос. Потому что это... Можно сдать один-два раза, но человек, который сдает кровь, ему надо ее тоже восстанавливать. Ну, да. Это... Ему тоже надо усиленно питаться после этого, чтобы кровь восстановилась. Поэтому, если сдавать безвозмездно кровь постоянно, ну, как-то я не знаю. Можно помочь родственникам, можно друзьям сдать вот просто так один-два раза в год. Ну, сдавать постоянно надо как-то... Надо свой организм тоже поддерживать в форме. Александр, спасибо вам за это интервью. Это было действительно по-честному. Не за что. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова